Всем доброе утро! Привет! Доброе утро! Мы собираемся с Николей в банке. Я села попить кофе. Я выпиваю всегда две чашки подряд, потому что... Чего это ты там тушуешься? Николя что-то слабо кушает, начала. Прям переживаю. Или это лето, или это Ника что-то придумала себе. Облилась чаем сейчас. Надели халатик, пока мама кофе-е-попьет. Маша кричит, как всегда, на весь дом. Что ты там делаешь? Расскажи нам. У тебя там кран? Ничего себе! Ничего себе! И там друзья твои. Вот я поставила нашего красавчика сюда. Булки смотрят. Буквочку мне. Спасибо! Спасибо! Взяла, смотрите, пописала уже буквы эти. Ничего не хранится. Бултик. Все, я уже почти-почти-почти собралась. Ника, она вот уже стоит в этих... В кедах, в коридоре. А я еще с мокрой головой. Николь, когда едешь? С мамой и банки едем. Зюк-зюк-зюк на маршрутке. Зюк-зюк-зюк. Мы идем в банк, вышли с маршрутки. Давно не были в этом районе. И в этом районе аж два конфиската. У нас называются так магазины с дешевой одеждой и обувью. Я бы зашла, конечно, посмотрела, но... Опять же, у меня карточка. Я знаю, что они карточки не принимают, только наличка. Все скрыто. Поэтому мы зайдем посмотрим. Если нам что-то понравится, то мы зайдем обязательно в другой день и купим. Слушайте, я так привыкла смотреть на свое отображение в камере, когда снимаешь, то когда у меня будет камера без экрана, я буду смотреть только вам в глаза. Будет непривычно. Теперь идем с цветком. Смотрите, она хочет назад вернуть. На кустик цветочек. Вот тут цветочков много. Мы себе взяли один, чтобы быть красивше. Крузовица моя. Машет всем, всем машинам, всем людям. Машина. Машина, да. Мы начинаем разговаривать. Ой! Да, примерно такая. Все волосы во рту. Но мы с Ника сделали карточку. Причем все опять далось не просто так. Потому что не было именно карты ВИСа у них в поличии. И пришлось, слушайте, девочки, открывать каждую, каждую коробку с картой, чтобы найти мне карту ВИСу. И хорошо, что девочка, бывшая моя клиентка, знакомая, и она это делала. Так бы другой работник банка этого бы не делал. Спасибо ей огромное. И мы купили Андрюхе джинсы, мне футболку. И идем в конфискаты. Мы теперь с карточкой. Деловые. Вот как выглядят наши магазины конфискаты. Видите, написано. Взытята одях. Одежда и обувь. Идем зайдем. Да, Ника? Ты идешь? Пошли. Мой я. Зайдем, посмотрим. Ммм, классные такие. 17-165, вообще. Класс. Мой красотка. Мерзкая обувь. Красотенькие. Макосинчики вообще 75. Я, наверное, что-то не понимаю. Ну, это капец. А еще еще такие. Короче, ничего классного я там не нашла. Единственное, что можно выбрать обувь такую, не кожаную, попроще. Ну, и цена ее там 180 гривен. Это, ну, вообще копейки. Даже если вам на раз какие-то нужно там вычурные туфли, которые вы потом не будете носить, то можно купить. Никто не скажет, что они столько стоят. Ну, только тот, кто ходит тоже в такие магазины. Ну, и бывают такие люди там, знаете, странные. Ходят. Возле меня, например, дала Нике телефон, чтобы она поиграла. Только смотрю. Возле Ники начал ходить странный мужчина. Такой. Я забрала и Нику, и телефон, и все сразу. Потому что мне стало страшно. Ой, что-то у меня камера не протерта. Вы молчите. Смотрите, какие у нас тут бочки. Это фирма Inseco. Перерабатывает зерно там или что, по-моему, зерно. Так, короче, зашла в другой конфискат. Другой конфискат очень классный. Не синтетика. Есть натуральные вещи. Детские джинсы. 170 гривен. Женская футболка 90. Ну, прям круто-круто. Но я сегодня без денег. Никуль. Я обязательно туда пойду, и мы купим что-то. Смотрите, она хочет на дорогу. Как суицидник. Ну, нельзя туда. Я уже захрипла с тобой. Вот у нас есть объявление о море 2018. Азовское море, Кирилловка. Можно ехать, наверное, автобусом. Эспресс-тур. Пожалуйста. Телефончики. И ту-ту. А мы стоим, ждем маршрутку. Из-за угла. И едем домой уже. Все сделали. Все у нас готово. Покарта на руках. Так что все классно. Все, ребят. Мы уже дома. Добрались. Побыли везде, где хотели. Зашли во все магазины. Покажу вам потом, какие джинсы купила Андрюшка. Кофточку какую себе купила. Я домой первым делом в такую хэбэшную тоненькую футболочку завязала волосы. Потому что сегодня к нам пришла опять жара. Очень жарко. Очень парит. Я думаю, что все-таки ночью будет опять дождь. Рука дрожит. Тащила Нику домой. Ника прям проголодалась вообще. Истерику укатала. Пришлось ее бегом кормить. Прям не разувая. Сейчас я уложу спать. И буду монтировать видео, которое я же не смонтировала до сих пор. Вы, наверное, думаете опять, где пропала Юля. А я не пропала. Я сделала карту. Сегодня вечером мы с Димой будем покупать камеру. Смотрите, стоит деловая. Этой бита себе по руке стучит. Типа, ну-ка, ну-ка, подойди, мама. Подойди поближе. Говори, я не поняла, что это подойди. Ничего ж не сделала. Зайка, да нет, тогда я не тебе. Смотрите, как себя виноватой сразу чувствует. Вероничка. Все хорошо. Я сказала, подойди, а она поняла сразу. Видите, какой у меня воспитанный ребенок. Думаю, так, что-то я не то сделала. Скажи, мамка, ты так больше не шути. Не хватает света уже. Никуда ты. Ну, что ты придумала? Ну, чего? Мы уже дома, у нас все классно. Ника сама поела. Сама пошла, легла на кровать. Уснула я, пришла. Сама поспала. У меня самый замечательный, самостоятельный ребенок. И когда я вам буду говорить, что они непослушные, больше мне не верьте. Мне даешь? Давай. Я смонтировала видео. Ну, к видео. Вот оно загружается у меня уже. В предыдущие видео мое. 88% осталось. Кому не сидится на месте, тот я. Я жарю блинчики. Вот замесила у меня, стоял в холодильнике кефир. Нужно было что-то с ним делать, чтобы он не пропал. И жарю вот такие красивые оладушки. Такие пышненькие, хорошенькие. Уже одну тарелку сперла Ника у меня горячих. Сидит и делает вот так. И просто не забрать у нее эти оладьи. Привет, моя зайка. Мультик. Мультик, правильно. Приятного аппетита тебе, моя зайка маленькая. Клубничное варенье, мама, не успеет тебе открыть. Ты все же ешь. Да. Вкусно. У меня все взмылиное прям, потому что жарко очень. И сейчас доделаю оладушки и будем делать с вами гуляш и варить макароны. Будем ждать Диму с работы. С учебой, со всего-со всего, вы все знаете. Игрушки, как всегда, на ковре. Без этого никак. Никуля сидит, смотрит мультики. В общем, все как всегда. Димуля программирует, там видно. Вот, 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 вот. Сегодня вечером, что мы будем делать вечером? А мы будем покупать камеру. Не могу, у меня одна мысль греет. Мне можно неделю, если бы не акция, не нужно было спешить. Я бы себе сначала неделю счастья подарила, а мысли, что мы будем покупать камеру. А потом, да, покупили камеру, еще неделю радоваться. Что-то я, первые оладушки были сырые. Нужно на медленном огне жарить обязательно. И подольше. Еще один мальчик вспомнил, что мама оладушки жарит. И все вам. Ну вот вам. Вкусно? Варенье открываем? Да? Бежи, давай, бегом. Беги, простите. За баночкой варенье. Или ты вишневое хочешь, или клубничное? Клубничное. Не останется на зиму клубничное варенье, конечно. Не останется. Я смотрю, как Андрюша его ест. Вишневый джем он не так хорошо ест. Мадам? Мадам? Ну что вы скажете? Оладушки супер. Во рту ничего нет. Скажи, я все проглотила. У мамы там на кухне рабочая обстановка. Андрюша принес нам варенишко. Клубничное. Идем открывать. Андрюшке садик напомнили. Блинчики с вареньем. Слушайте, так Андрюшка же еще покажи, задай ручки. Взял варенье, у которых было всего три баночки. Это Виталика варенье. Я хотела его хранить, беречь. Но Андрюшка в общем не знал. Смотрите, какое это варенье. Я не знаю, сейчас вам покажу в банке. Смотрите, оно желеобразное. Это то, которое я с водкой варила. Видите, какое оно? Оно прям как... Не знаю, как это сказать. Оно просто крутое. Очень. Тут и лимонная кислота, и водка. Помните? И соль, и все на свете. Очень крутое это варенье. Просто возьмите себе на заметку, Виталька. Ты точно мастер-шеф. Я такое варенье в жизни ни у кого не видела и не пробовала. Лимонечка. Все, ребята, можете поздравлять нас с покупкой. Мы купили вот эту камеру, о которой мечтали. Сейчас на нее акция. И мы попали в эту акцию. Поспешили. Все сделали. Я сегодня сделала карту, вам показывала, что я бегала. И вот наша новая малышка. Теперь когда нам, Дима, ее ждать? Завтра отправят. Послезавтра будет? Послезавтра. Все, я буду ждать. Акция к акционным экшн-камерам. Еще сертификат нам подарят. И мы купим себе еще карту памяти и дополнительный аккумулятор. А ты там еще хотел купить какой-то переходник? По потом. А как я буду карточку? Куда совать? Вот с шнурком будет что-то включаться. Где тут? О, я этот разъемчик раздолбаю. Вот, видишь? Это такое, как фотику нашему, кстати, разъем. Или вот этот? Мульти. Да. Надо почитать. Шнур от фотика туда подходит. Мульти – это наш разъем от фотика. Ну, не знаю, он какой-то интересный. Просто понимаешь, что я не хотела? Потому что камера без защитного стекла. И я буду постоянно камеру доставать, тыкать вот это, понимаешь? А так карточку доставать, тыкать. Без камеры. Я боюсь стекло поцарапать просто. Вот к этому вот объективчику нет защитного стекла. Его нужно покупать отдельно. А стоит сколько? Тысячу грим. Тысячу триста, по-моему. Я нашел за тысячу. Вообще, тысячу грим. Точно будем от Кока-Колы закрывашку делать? Ребята, всем доброе утро. Хотела вас спросить. Вот мне интересно. У вас было такое, что вы заходите, например, к человеку, которому вы всегда были подписаны, а вы к нему от него отписаны? То есть мне когда-то писали зрители, что бывает такое, что пропадаю я из подписок. Вот у меня пропал из подписок СМВЛ. Смотрите, я отписана от него. Сейчас опять подпишусь. Почему YouTube так делает, мне интересно. Потому что, ну, для начинающих блогеров это, конечно, очень важно. Люди подписались. И раз и отписка. Раз и отписка. А это отписывает YouTube. По каким интересным критериям это все происходит. Прям странно. Знаете, я теперь партнер... Ой. Я теперь партнер YouTube. У нас на часах 8.48 утра. Я сейчас села монтировать влог. Я обычно пока делаю нарезку, пока копирую файлы из телефона, я слушаю какой-то видос. Вот листаю в подписках. Нету Санвела. Думаю, неужели он ничего не выставлял? Там же приключения в Италии. А его нету. Вот так вот. Сейчас покажу вам мои подписки. Девочка каверы делает. Мири Ваниле смотрю. Очень мне нравится. Катю Ваню смотрю. Вот. Мои подписки. Кристинка. Вас Адули в огороде смотрю. Женщину очень давно. Хотя у меня огорода нет. Очень классно. Смотрю Крэзи Макса. Смотрю. Смотрю Симонова. Сайбель смотрю. Семью с большим удовольствием. Смотрю Наташку Фальку. Она обожает. Ее позитив. Задор. Ее 50 лет, по-моему. Ее, да? Она просто обалденная. Смотрите, какие она делает заставки. И все остальное. Она разбирается с фотошопом. С программой для монтажа. Совсем полностью умничка. Просто мне этого задора не хватает. Иногда, который есть у нее. Вот. Кристинка, улыбайся. Путешественница наша. Витальку, конечно же, смотрю. Смотрю. Всех смотрю. Давайте посмотрим, что Юля еще смотрит. Что там? Вкуснейшее мороженое. Алла Ковальчук. Смотрю. Смотрю. Да-да. Кристинку из Германии смотрю. Каранда Нико. Куда везет. Это Андрюха меня на что-то подписал. А иногда вообще просто появляются тоже подписки неизвестно откуда. Я не подписывалась. Вот эти вот штуки какие-то. Все. Я вам все показала. И подписки свои. И отписки. Я всем желаю классного дня. Буду монтировать сейчас этот видосик и выставлять вам с утра пораньше. Видите, Дима уехал на работу, а Юля монтирует. Я всех люблю. Целую. Камера наша. Смотрите. В статусе. В 6.45 сделан заказ. В 7.15 ожидает получения оплаты. Хотя мы оплатили сразу. Не понимаю почему так. А 22.50 уже запланирована передача перевозчику. Сегодня ее отправят. И завтра камера уже будет у нас. Как мне это все нравится. 50 гривен доставка. 9.999 по акции камера. Скидка 3.500 гривен на данный момент. Почему мы так суетились, бежали, спотыкались. Все, ребята, я тут утром наговорила на полблога. Я вас люблю. Всех целую. Держите за нас кулачки. Пусть нам приедет классная, здоровая, целая камера. Без всяких там битых пицелей. Все. Пока-пока. Пусть нам приедет.